Всем лабас! Начинаем новый день, новый ролик. Сегодня я буду делать котлетки из куриной гуртки. Вот у меня есть куриной гуртки, её много, но её столько использовать не будем на котлетке, но мы её всю используем сегодня. Так, и смотрим. Вот, я две побольше гуртки, тут уже малая гурта обрезанная, это сало мы обрежем, и тут маленьких грудок наложим, да, вот таких вот. Ну, вот мы их пустим на котлетки, вот эти три грудки, такие три поменьше, а эти две большие мы сварим. Сделаем такой рулетик, сочненькая будет, вкусненькая. Так, сейчас я прям помою и приступим. Итак, вот наши две грудки, которые мы будем варить. Сейчас мы обрезаем от них лишнее мясо и кидаем в котлетки. Вот, в котлетки, потом. Теперь, филею мы ширше этой стороны, потолще разрезаем, как книжку. Вот. И вторую тоже так. Открываем. Вот, у нас получились две такие. Теперь, солим и перчим ее со всех сторон. Внутреннюю сторону, да. Какими хотите припаям. Я возьму немножко паприки, когда света красного. Еще берем сухой гарлик, чеснок сухой. Ух, тут мы немножко за много. Ну, все вывертся. И я буду использовать итальянские травы. Тоже вот, внутренность. Посыпаем. Складываем и оставляем на линоладце. Все. Приступаем к котлеткам. Нарезаем грудку. Мелко. Можно молоть, но будем нарезать. Итак, порезали курку. Вот у нас столько фарша получилось. Мелко. 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 Но он пока такой не лип. Приступаем к луку. Я уже его почистила. Режем лук. Мелко. Лук. Фарш кидаем. Солим. Перчим. Добавляем паприки. Я возьму свежемолотый. Он более такой запахный. Знаете, все равно курицей запах надо перебивать. Курица, наверное, имеет такой запах специфический. Специфический, как разно говорят. И чесночок. У нас такая вот есть чеснок паста. Свежий чеснок. Все так он уже подавленный. Сыр. У меня когда-то купила много сыра. Был потертый уже сразу. У нас стекли подводится. Сыра. И я в морозилке держу. Потому что, знаете, набавляем от души. Яйцо. Одеваю перчаточку и размешиваю. И вот, замесили мы фарш. Это фарш он называет. Оно получилось такое очень мягкое, жидкое. Нагреваем сковороду. Фарш замешали. Сковородку поставили греться. Беру я самую большую, столовую ложку у меня есть. Вот еще помешиваю. И мы будем ложкой накладывать такие блинчики, котлеточки в сковородку. И вот, у нас сковорода нагрелась. Жира, как видите, масла немного. Берем ложечкой и вот накладываем. И формируем такой блинчик. Небольшими порциями. Вот наш фарш, как выглядит, видите, и вот наши котлеточки. Три жарятся. Так, знаете, захотелось фаршенной капусты. Фун 60, вот этот видок, так захотелось. Чисто фаршная капуста, она и есть. Чисто фаршная капуста, да? Взяли салатик. Попробуем немножко. Наложаю ее немножко на досочку. Знаете, для чего? А я ее порежу. Чтобы, знаешь, небо так хватаешь и там тянется все. Так, котлеточки переворачиваем. Они куриные быстро жарятся. Вот наши котлеточки перевернули. Они подрумянились, видите, красивенько. Они разваливаются, ничего. Сейчас обжарится и будем выкладывать. Столу из сковородка заложим. Выбираем котлеточки наши. Так. В салатик добавим половину красного лука. Режем мелко. Будет вкусно. Не так мелко, как в фарш. Добавляем капусту. Добавляем оливковое масло. Замешиваем. Вот, размешали и салатик готов. Готовая. Знаете, им больше ничего не надо. Котлеточки из куриной грудки и крашеная капуста. А мы тем временем займемся грудкой. Она уже намерновалась. Видите, вот такой вот. Теперь, что будем делать? У нас, как говорится, грудка. А здесь широ, здесь сужу. Тогда вот таким вот. Кладем вольтом. Как говорится, вот так вот. Кладем вольтом. И одну на другую, на половину. Так, нахлёст вот так вот положили. Вот. Закрываем одну половинку. Закрываем другую половинку. И у нас получилась вот такая вот колбасочка. Вот. Так. Берем фольгу. Без разницы, какой стороной вверх. Без разницы. Одна матовая, другая не матовая. Другой стороной. И кладем нашу курочку. На строгу вот так вот, по серединке. И заворачиваем плотненько. Вот так вот. Вот. И теперь вот закручиваем. Такую конфеточку делаем. Вот. И вот у нас такой вот. Получилась вот такая вот колбасочка. Вот ставим к стюрку. Скипятим в воду. Итак. Вот закипела у нас вода. Вот наша колбасочка. И мы не солим, не перчим, ничего. Чисто печеная вода. И вот мы свою колбаску кидаем в кипяток. Вот наша колбаска закипает. Минуту где-то покипятим. И выключим плиту. Это электрическая. Будет долго конвектировать это тепло. Поэтому будет просто в этом теплое воде в это горячее лежать. Дохладить. А сын это только семя, что я смогу сунуть руку и выбрать. Когда уже будет готовая курица. И все. Оставляем ее в этом кипятке лежать. И вот наши котлетки готовые. Пробуем, что у нас получилось. Нету места совсем кошмар в этой кухне. У меня теперь сухо. Вы знаете, вкусы? Котлетки получились мягкие, сочные. Из-за сыра. Очень-то хорошо капунился с пашной капусочкой. Прелесть. Делайте, как я. Делайте лучше меня через моих ошибках. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ставьте дислайки. Пишите комменты. Они мне очень нужны. Пока-пока. Продолжается наша десея с курочкой. Вот она уже отстыла. Мы ее достаем. Я уже могу просто выбрать. И снимаем фольгу. Снимаю ее над раковиной. Наша колбаска. Она, видите, вот сцепившись. Вот. Сейчас мы ее разрежем. И посмотрим. Видите, она внутри готовая. Вот. Вот она. Сочная. Из нее бежит вода. Видите, вот такая вот. Все. Прослоечками вот такими вот. Ну, конечно, он там расклеивается вот так вот. Но. Вот. Знаете, как гуртку, когда слаешь. Ну, такая, как бумагу, как промокашку кушаешь. Все. Это вот сочненько. Вкусненько. Ну, что. Делайте, как я. Видите. Легко. Быстро. Никаких заморочек. И вкусно. Ну, я. Продолжение следует.